Истина в поэзии Мы немедленно возвращаемся к вопросу, а что есть истина? Констатация факта? Граница добра и зла? Истина в поэзии. Очарование – вот это и есть успех в искусстве. И даже скупость Пушкина к украшательству красивыми образами очаровательна. Его небрежность просто восхищает, потому что истина для него дороже восхищение тканью текста. За то все время он подает точные формулы по всем сложным вопросам. Деньги и искусство. Не продается вдохновение, но можно рукописи продать. Любовь и тактика. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Как относиться к критике стихов? Каждого художника надо судить по тем законам, которые он сам признает над собой. Как анализировать содержание и красоту стиха, его гармонию? Надо судить не по красоте отдельных фраз, а по взаимоотношению частей. Кто прав среди физиков? Есть ли движение? Движения нет, сказал мудрец бородатый. Другой задумался и стал пред ним ходить. Хорошо ли и доколе волочиться за дамами? Нет, нет, не должен я, не смею, не могу. Волнением любви безумно предаваться. Но как подавить в себе очарование любой женщины? И стоит ли? Не прелюбодействовали это в сердце своем? Но почему ж не можно мне, любуясь, делая в печальном солдострасте, глазами следовать за ней и в тишине благословлять ее на радость и на счастье? Истина – граница добра и зла, и нет истины, где нет любви. Или неужели гений и злодейсты, да и вещи несовместные, говорит отравитель, высыпающий яд в бокал? И мы понимаем ответ. И так далее. Он просто энциклопедия всех сомнений, что посещает душу человека.